Предыдущий директор, который сидел за этим столом, он когда-то в свое время сделал музей. Музей совхоза Ленин. Этот музей просуществовал довольно долго, но потом в силу того, что такого типа музея все-таки должны находиться в школах или во дворцах культур, чтобы их постоянно поддерживали, потому что время идет, появляются новые экспонаты. Этот музей перешел в школу, частично так там и есть музей, музей совхоза Ленина. И в Золотую осень. Нина Николаевна Манелис, она очень много сил, внимания уделяла сбору различной информации. Многое удалось в документах, в фотографиях, в других материалах получить. Сейчас произошла какая-то непонятная вещь. Часть музея каким-то образом ушла вместе с муниципальным образованием и мы многого недосчитались. Но это же не значит, что мы бросили их работать. И Наталья Павловна, представитель профсоюзного комитета и одновременно руководитель Золотой осени, она кликнула клич. Это такое народное движение о том, что у каждого, у кого есть старые фотографии, фильмы, воспоминания, в том числе и рукописные, все можно принести и мы делаем такой архив. И он разрастается, уже много очень фотографий. Я думаю, что мы тут со своей стороны тоже в архивах копаемся, очень много интересного находим. Поэтому, да, я могу, кстати, обратиться к пенсионерам, к нашим, к людям, которые работали рядом с нашим трудовым коллективом, ну, то есть работники социальной сферы. Если у вас есть какие-то памятные документы, фотографии, мы же просим их принести, потому что мы их отцифруем, сделаем такие большие альбомы, вот, и вернем обратно фотографии, естественно, в целости и сохранности, потому что это память все-таки для всех. Поэтому мы просим всех, но одновременно эту работу будем проводить и дальше, потому что, как это, Иван, не помнящий Роства, это не про нас. Мы прекрасно помним, как все начиналось, сколько было в начале у нас плугов, барон и всего остального. Об этом, кстати, много было написано книг. Вот, кстати, мой папа, значит, он занимался этим делом, главный экономист совхозный. Сейчас экономический отдел тоже этим будет заниматься. Ну, и история, мы надеемся, не только сто лет, мы уже сто лет отпраздновали, и сто пять, и сто десять, и сто двадцать лет. Несмотря на то, что эти бандиты, которые вокруг нас носятся, все пытаются разрушить наше хозяйство, все равно ничего у них не получится. Поэтому наше дело правое, победа будет за нами, и наши внуки и правнуки будут знать, как хорошо, доблестно работали здесь труженики совхоза Индии.